Всем привет! Сегодня хочу показать, как я оформила свои готовые работы. Расположилась я на балконе. Очень хорошее здесь освещение. Будет хорошо видно. Первая работа, которую я хочу вам показать, это икона Святая Агния. Почему именно Агния я рассказываю в других видео. Вот сейчас поближе покажу багет, потому что саму работу мои зрители уже видели не один раз. У меня есть подробное видео, как я вышивала эту работу, как я пришиваю бисер в круговой технике. Все у меня на канале есть. Если интересно, можете пройти посмотреть. Этот наборчик от фирмы Светлица. Это мой первый опыт вышивки этой фирмы. И вот смотрите, какая получилась работа. В общем-то, при таком небольшом размере работа очень даже получилась красивая. Бисер подобран очень хорошо. Вот здесь пришиты бусины. Качество бисера прекрасное. Бисер чешский пресиоза. Можно было на сайте выбрать пресиоза или китайский бисер. Или можно купить только одну основу. Вот, кстати, вот этим мне очень понравился сайт Мода и Стиль. Я вам ссылочку оставлю под видео на этот магазин. Заходите, смотрите. Там цены от производителя. Цены намного ниже, чем в других интернет-магазинах. И когда узнали на сайте, что я блогер, то для моих зрителей предоставили промокод и скидку. В общем, все описание будет под видео в инфобоксе. И ссылочка будет на этот сайт. В общем, переходите, смотрите и пользуйтесь моим промокодом ИНЕСА. Удачных вам покупок! Самым удачным приобретением на этом сайте это была вот такая корзина. Я храню свои процессы. Вот текущие процессы, которые я вышиваю, они стоят у меня здесь, рядом с диваном. Вообще, когда я выбирала эту корзину, я думала, что она будет для Алины. Алина вяжет. И очень удобно вот сюда, например, складывать какие-то процессы, инструменты. А вот сюда клубочки. Вот девчонки, кто вяжет рядом с креслом или с диваном, чтобы клубочки по полу не болтались, не катались, вот сюда их можно положить. Конечно, для вышивки это не самый идеальный вариант. Я все-таки люблю в закрытых коробках хранить процессы, но вот как-то в последнее время сложила все сюда. Почему сразу не делала подробный обзор, я должна была ее протестировать. На первый взгляд кажется, что она из соломки такая хлипенькая, хрупенькая. Но нет, она очень оказалась качественной. Посмотрите, вот сколько уже прошло времени, и она как новая. И вот смотрите, она нигде не порвалась, нигде, в общем, вот даже здесь вот. Вот видите, она как новенькая. И здесь она нигде не порвалась. Я сразу не стала делать отзыв. Я все-таки хотела, чтобы прошло время, чтобы уже был обзор на эту корзину максимально правдивый. Ну вот, как видите, прошла все испытания. И кошечками, и собачками, и моими наборами. Ну вы представляете, да, какая тяжесть этих наборов? Это не то, что положить два клубочка. Вот, ну в общем, вот такая корзина. Там есть еще с одним ярусом корзины. Вот, так что если вам нужно где-то хранить свои процессы, и вам нравятся вот такие корзины, то переходите по ссылке и выбирайте. На этом сайте не только наборы от фирмы Светлица. Там бисер по дешевой цене. И особенно мне понравилась покупка на этом сайте. Это вот такие инструменты. Я подробно вам их не показывала. Вы когда смотрели обзор по ссылке, там у меня был вот этот набор. В общем, вот этот набор, ну я считаю, должен быть у каждой рукодельницы, которая занимается вышивкой бисером или бисероплетением. В общем, вот эти вот круглогубцы, они мне пригождаются для того, чтобы делать маячки. Маячки для ножниц, но если вы их не делаете, а только вышиваете бисером. Ну понятно, что кусачки это для того, чтобы проволоку перекусывать. А вот такие вот иглогубцы, то есть видите, они не плоскогубцы, они не плоские, да? У них острый такой кончик. А знаете, для чего удобно? Если вы в работе неправильно пришили бисер и заметили это поздно, то бисеринку можно выкусить, вот то есть ее расколоть вот таким инструментом и на это место пришить другую бисеринку. Ну естественно, если соседние тоже бисериночки закрепить, чтобы они не болтались, потому что нитка же ослабнет, когда вы бисеринку выкусите. Но когда вы выкусываете одну бисеринку, нитка у вас не рвется. То, ну в общем-то, не распустится у вас вся вышивка. Ну вот я считаю, такие инструменты, они в принципе должны быть. Хоть они и не часто пригождаются, но они нужны. Вот допустим, я вышиваю сейчас от фирмы Волшебная страна. И вот здесь вот у меня должна быть белая бисеринка в серединке. Видите, ее нет. Ну я когда вышью полностью кактус, вот тоже, если это будет критично и очень сильно заметно, то я вот в серединке выкушу просто эту одну бисеринку и пришью другую. Вот так уже я наполовину вышила кактус от Волшебной страны. В общем, мы сегодня еще об оформлении поговорим. А я очень люблю свою багетную мастерскую. Находится на 8 марта 35. Я уже не раз показывала, где она находится в Оренбурге. Цены, вот дешевле цены я не видела. Но, несмотря на то, что цены дешевые, багет там достаточно качественный. Но это понятно, что не натуральное дерево, потому что за такую цену менее 400 рублей обошлось мне вот это оформление, причем со стеклом. Ну понятно, что стекло не антибликовое, но все равно я считаю, вот для такой вот работы, для небольшой, дорогое оформление тоже заказывать не хочется. Ну для иконы я всегда выбираю багет ярче, чем на другие картины. Ну как-то принято так, что образа должны быть обязательно яркие и красочные. А мрачный и темный багет не должен присутствовать. Так же, как и цвета в иконе не должны быть темные и мрачные. Это, ну есть определенные правила при написании икон. И те же самые правила, они должны соблюдаться и в вышивке тоже. Ну в общем, вот такая получилась работа. Еще раз напоминаю, все подробности об этом наборе и вот об этой иконе есть у меня на канале. Еще в этом магазине я покупала вот такой фетр. Фетр, он очень подойдет для вот этих моих снеговичков. Будет обратная сторона снеговичков. У меня вышиты уже два. Очень хочется их оформить хотя бы двух. Наверное, я в ближайшее время оформлю. Для того, чтобы у меня был символ вышивать остальных снеговичков. Не важно, что сейчас лето. Я все равно могу продолжить вышивать снеговичков. Канва пластиковая, вот немножко желтоватая. Сами снеговички белые. Черный бэк. И я думаю, вот этот фетр вообще идеально подойдет для вот этих снеговичков. Это набор от Design Works. У меня вышиты два снеговичка, а их должно быть шесть. Следующая картина, которую я оформила, это Dolce Vita от фирмы Чудесная игла. Тоже есть у меня видео на канале. Я заменила фрузелки на бисеринки. В принципе, я нисколечко не пожалела, что я это сделала. Очень нравится мне, как выглядят объемно цветочки. Оформление мне вышло около 1000 рублей. 980 или 920, ну, в общем, 900 с копейками. Почти 1000 рублей вышло оформление. Не захотела я делать паспарту, потому что работа 30 на 40 и так достаточно большая. Мне не хочется, чтобы она была еще более громоздкая. В общем, я старалась выбирать багет поуже. Но в то же время весь остальной багет, который мы прикладывали, он как-то сливался с картиной, зажимал рисунок. А вот этот багет, он двойной. То есть создается эффект паспарту. Причем не широкого паспарту, а узенькое паспарту. И как-то получилось, как отбивка. Вот эта окантовка, она уже не давит на картину, не зажимает ее. А вот эта серенькая отбивочка, она прямо сюда в тему подошла. И я очень люблю багет с золотом, с какими-то ажурными рисунками. И вот как раз здесь у меня получилось подобрать такой багет с ажурным рисунком. Но не везде он подходит. Я, конечно, это понимаю. И везде, где попало, я такой багет не сую. А вот куда попало. Но, в общем, очень понравилось мне оформление. Единственный минус, это то, что вот эта вот узенькая рамочка, она почему-то не приклеена. И если вот так берешь картину за край, то провисает, я боюсь поломать. Не знаю, почему она не приклеена. Ну, в принципе, картина будет висеть на стене. Никто не будет ее таскать вот за этот край. Ну, вот видите, шатается. Я думала, что крепко приклеена вот эта вот планка, но нет. Она как-то получилась, получается, что она отдельно. Но, опять же, это не критично. Как вы помните, вот эти качельки провисали. То есть вот этот длинный бэкстич, который не был никак закреплен, он немножко провисал. Но вот при натяжке все расправилось. В принципе, насколько можно было плотно, я его закрепила. Но все равно, когда работа просто лежала, то смотрелись вот эти качельки провисшими. Но вот сейчас все натянулось, и все смотрится идеально. Я, кстати, пробовала эти ниточки закреплять, и те места, где я их закрепляла, они были видны. И не создавался такой эффект, что качели подвешены. Ну, в общем, я отпорола и сделала вот такие вот длинные протяжки. И, ну, очень, конечно, переживала, что вдруг они будут провисшие. Нет, ничего не провисло. Все получилось замечательно. Еще раз делаю акцент на том, что это бюджетное оформление. И за такую цену, умение 1000 рублей, размер 30 на 40, это очень даже хорошая цена. Я считаю, что в этой ценовой категории багет просто замечательный. Я, конечно, понимаю, что дорогое оформление, оно имеет место быть. Но в моем случае для меня вот этот багет особой ценности не представляет. А я очень люблю сами свои работы, даже если они не оформлены. Но для меня лучше оформить работу подешевле и купить еще новый наборчик. Ну, то есть у меня в приоритете это покупки новых наборов. У меня нет определенного стиля оформления своего жилья. Я не подбираю багет к интерьеру. Я подбираю багет к отдельной картине. И, в принципе, меня это устраивает. Что хочу отметить. Подобрать багет вот именно к этой картине было сложно, потому что она очень пестрая. Посмотрите, сколько здесь цветов. И понятно, что багет не должен еще больше пестрить эту работу. И выбрать оттенок багета действительно было сложно. Я вообще не люблю зеленый багет, зеленый паспарту. Но бывает, что другой абсолютно не подходит к картине. И вот здесь все-таки есть зеленые полоски. Как и в других картинах тоже они есть. Ну, я понимаю, что выбирать цвет багета, который мне нравится, это не совсем правильно. Все-таки багет должен прежде всего подходить к конкретной работе. Ну, и особая радость у меня – это мои шкатулки. Я много о них говорила, об этих шкатулках. Подбирала работы, которые я могу оформить в шкатулку. Но все мои сюжеты, все мои наборы или авторские схемы, они были очень крупные. Шкатулка получилась большая. Но, в принципе, она очень подойдет для хранения документов. Понятно, что маленькие шкатулочки хороши для рукоделия. Хотя я не знаю, для наших рукодельниц ютюбовских, по-моему, маленькие коробочки тоже совершенно не годятся. У всех большие коробки. Потому что много запасов, много всяких вещичек, которые нам всегда нужны. Вот эта вот шкатулочка, она без замочка. Я покажу вам вторую, и вы увидите разницу. Покажу вам поподробнее тоже картинку потом. Вот смотрите, как она внутри оформлена. Здесь идет велюр вот такой темно-зеленого цвета. И замочек мы купили на своем влоговом канале. Жили-были я показывала, как мы с Тимуром ходили, выбирали замочки. Но смотрите, что получается. Вот это оформление мне очень понравилось. Но здесь золото, оно светлое золото. То есть это не серебро, это светлое золото. А вся фурнитура, она идет ярко-золотая. Вот так. В общем, мы купить-то купили, но пока я не креплю. А вот эта шкатулочка, она пойдет в подарок моей маме. Вторая шкатулочка Тимуровой маме, а эта моей маме. И если маме понравится, то мы прикрутим этот замочек. Если нет, то пусть так. В принципе, шкатулка нормально открывается и так. Особого смысла закрывать ее. Ну, может быть, еще замок повесить. Ну, я думаю, даже и нет смысла особо-то закрывать. Если фурнитура подходит, можно ее сделать. Но вот здесь вот, я думаю, она даже будет лишняя. Смотрите, какой красивый багет. Он, видите, как будто полированный. Стекло тоже не антибликовое. Ну, не делаю я антибликовое. Я на нем экономлю. Не вижу особого смысла. Стекло, оно и есть стекло. Но шкатулка, все-таки, я считаю, обязательно должна быть со стеклом. Потому что шкатулка не висит, а вот так лежит. И всегда на ней будет скапливаться пыль. Когда картина висит в основном наверху на багете пыль. А когда лежит шкатулка, то будет здесь пыль. И, конечно же, вот эта вот картина, она сюда подошла. То есть, я сомневалась, подойдет или нет. Но в итоге, все-таки, картина подошла. На будущее, кто хочет вышивать шкатулки, идеально вышивать на 16-й или на 18-й конве, либо на равномерке мелкой. Здесь у меня 14-й каунт. А в основном шкатулки люди берут в руки, разглядывают. То есть, мы смотрим не так, как вот картину на дальнем расстоянии, а смотрим очень близко. И мелкий крестик смотрится более ажурно. Но мне на Мурана 32-й вышивать было сложно, поэтому я выбрала линду 27-ю и вышивала на линде. Но если вы нормально вышиваете на мелкой конве, то лучше это делать на мелкой конве. По размеру еще хочу вам показать. Вот в эту шкатулку, вот так свободно, входят наборы. По высоте она небольшая. Вот видите, два больших набора. Они сюда не особо входят. Но здесь и не рассчитано было хранить наборы. Там, кстати, еще фурнитура. Вторая шкатулка. Это шкатулка в подарок Тимуровой маме, то есть моей свекрови. Вот так оформила я работу. Это яблоки. Это авторская схема Марии Бравко. У меня есть об этой работе отдельное видео. Вот об этой работе тоже есть. Это фирма Марии Скусница. Вышивка на льне. Это был мой первый опыт вышивки на льне. Ну и что хочу сказать. В шкатулке смотрится вообще идеально. Вот сюда подходит больше равномерка, но не канва. Ну, конечно, можно оформить и канву, но вот так близко разглядывать, конечно же, приятнее, когда это ткань. Когда в картине оформлена, мне нет разницы абсолютно ткань или канва. Но вот в шкатулке все-таки для меня разница существенная есть. И когда я вышивала вот эту работу, я говорила не раз, что у меня такое ощущение, что это крестик не 14-го размера, а 16-го. Мы у Оли в магазине сравнивали льны. Но, в принципе, здесь указан был крупный каунт. То есть он даже должен быть больше, чем 14-й. Но не знаю, получилось как-то так все миниатюрно. Вот несмотря на то, что крупный рисунок, сами крестики и полукрестики очень-очень получились такие меленькие, нежные. Я добавила бисеринки в середину. Должны были быть французские узелки. Да, я люблю заменять французские узелки бисеринками. И я думаю, что в этой работе тоже бисеринки украсили цветочки. Но, на мой взгляд, получилось замечательно. Размер вот этой картины был гораздо меньше, чем яблоки. Но размер шкатулок получился одинаковый. Потому что здесь есть паспарту, а в той работе паспарту нет. В общем, абсолютно одинаковые получились шкатулки. А здесь тоже вот такое серое дерево. По цене. По цене почему-то вот эта шкатулка подороже вышла, 1800. А предыдущая шкатулка – 1200. Все, в принципе, зависит от багета. Но я не скажу, что вот тот багет дешевле, что он хуже. В принципе, разницу абсолютно никто не заметит. Если мы не специалисты, то разницу мы не увидим. Ну, как говорили, разница в фурнитуре. Вот этот замочек, он стоит 50 рублей. Я не знаю, сколько он стоит в багетной мастерской. В принципе, там цены недорогие. Я не думаю, что это за замочек цена была. Там было все расписано, девчонки. В чеке все было у меня расписано. Но чек я, к сожалению, не сохранила, чтобы вам подробно сказать. Но все равно каждый случай индивидуальный. Если вы понесете свою работу, то там какие-то другие будут нюансы. Там вам все объяснят. Ну, в общем, вот такая получилась шкатулочка. Сейчас покажу, как внутри. Вот замочек точно такой, как мы купили в Леруа Мерлен. Вот эту фурнитуру у нас в Оренбурге найти сложно. В Леонардо ее нет. Есть в Леруа Мерлен. Но выбор там вообще минимальный. То есть там не специализированный магазин фурнитуры для шкатулок. Там мебельная, наверное, вся эта фурнитура. И там попался замочек. Тоже внутри вот такой вот бархат зеленый. Кстати, Тимур поехал к маме. К своей сейчас шкатулку не взял, потому что мне нужно вам показать видео. Это снять. В общем, как только я сниму это видео, то мы поедем к маме и подарим эту шкатулку. Она, кстати, еще не знает. Для нее будет сюрприз. Моя мама знает, а свекровь пока еще не знает. Но у нее в зале стол. И я обратила внимание, у нее на столе лежит паспорт, ключи. Ну, в общем, я думаю, что там на столе теперь будет стоять вот эта шкатулка. И паспорт, ключи, и что там какая-то мелочевка будет лежать в этой шкатулочке. Еще что хочу сказать по поводу подарков. Дарю ли я свои работы? Да, своим близким я работы дарю. Делаю это с большим удовольствием. Потому что у меня дома, кто ко мне приходит домой, все уже видели мои картины. Ну, вот, допустим, я подарю эту картину свекрови, и родственники, которые приходят в гости, они все смогут увидеть вот эту красоту. То есть, когда я дарю свою работу, я понимаю, что ее увидят как можно больше людей. Ну, мне это будет приятно. Если кто-то обратит внимание, я делала маме на день рождения большую корзину с конфет, букет из конфет. И эту корзину, мы когда пришли, подарили подарок, и эту корзину поставили на стол. Ну, мне было приятно, что на нее все обратили внимание. Тогда же жалко было есть конфеты. Стояла эта корзинка, я говорю, берите, ешьте, вытаскивайте. Ну, жалко было и эту красоту разрушать. Но мне было очень приятно, что гости, которые пришли к маме на день рождения, увидели мое творчество. Вот, то же самое с этой шкатулкой. Мне будет очень приятно, если эта шкатулка будет у моей мамы и у свекрови дома. В общем, вот такие вот подарки я приготовила мамам. Ну, без всякого праздника, просто хочу подарить. Ну, все, теперь пойду продолжать свой кактус. Половина вышла, осталась еще половина. И потом буду показывать вам видео о готовой работе. Осталась половина работы. Посылочка от волшебной страны мне пришла. Есть трансляция, кто не видел, зайдите, посмотрите. Там я начала вот этот наборчик, это новинка. Планирую вышить два кактуса подряд. То есть, после этого кактуса будет еще следующий. Сразу же отодвинула все свои процессы, чтобы вышить эти прекрасные два кактуса. Девчонки на вышивальном канале мне говорят, снимайте почаще видео о процессах, покажите все свои процессы. Девчонки, сейчас у меня была трансляция. Трансляция, посмотрите, в трансляции мне надо было и чат, и тут вышивать. Все пораскидала, вот видите, да, пораскидала. Трансляция была про волшебную страну. Вот, пожалуйста, здесь пораскидала то, что я вам показывала. Это волшебная страна. Тут на кровати. Ричард перевернул кровать. Уже тут, да, лезет ко мне. Вот надо убирать. И смотрите, я показала вам только волшебную страну. А если бы я вытащила все свои процессы, я бы до утра убиралась. Ой, девчонки, буду частями показывать. Вот, девчонки, смотрите, как красиво смотрится. Просто обалденный органайзер. Это прям вот релакс. Вот так вот прям можно просто смотреть на него. Посмотрите. Ой, вообще красотища. И мне нравится все-таки, что здесь расположены вот так вот бисеринки подряд. То есть удобно считать. Мне очень многие органайзеры от волшебной страны нравятся. Например, зверюшки, да, животные. Но там, например, расположены как-то хаотично ячейки. И я буду путаться. То есть нужно обязательно подписывать 1, 2, 3, 4. Девчонки посоветовали мне подписать мелом. Но там шершавая поверхность вот эта коричневая. И я просто боюсь, что мел он въестся. И вот это все будет размазано разводами. И будет смотреться как грязное. Мало того, что стекло нужно протирать. Вот даже когда я на видео снимаю, могут быть видны пылинки или шерсть от животных. Тут же все-таки темный фон. А еще и будет мелом. Вот эти разводы будут. Вот я просто не смогу в видео все это показывать, когда это в таком будет ужасном виде. Ну, в общем, я в трансляции это все уже показывала. У меня трансляция, да, вот это где название «Волшебная страна». Вот как раз я вышивала. И вот видите, все это разложила. Сейчас буду убирать. На этом я заканчиваю свое видео. Благодарю всех за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали.